Люди всегда хотят отдыхать и всегда хотят кушать. Сам Бог велел это в Крыму делать, просто чтобы не было там коррупции. Кто хочет в Париж, он поедет в Париж. Кто хочет в Кострому, он о Париже вообще не задумывается. Каждый раз, когда я, например, выезжаю за границу, я испытываю некий дискомфорт, потому что я все-таки переживаю, как я буду возвращаться. Допустим, куда-то уезжаю за пределы России, я уже начинаю скучать, мне уже хочется вернуться, мне уже не хватает родного места, и мне не хватает моих друзей русских. Мне хочется, чтобы наши старики, наше пожилое поколение, наши ездили так же, как бабушки из Германии, бабушки из европейских каких-то стран. Достойный отдых в России. Я не поеду, я им тут, что я должна свои рубли менять на их еврики и ехать им отдавать? Я вообще предпочитаю ездить дикарем. Я бы не поехал в мои годы, а если вам нравится посмотреть, как люди друг друга стреляют из крупнокалиберного пулемета, пожалуйста, милости просим. То, что сейчас у нас нет возможности поехать в Турцию, Египет, это очень плохо. Дубай, например, есть, да, отлично тоже вариант, конечно, не всем по карману. Остров Киш в Иране, огромный остров, Персидское море, тепло очень долго, можно сделать по-настоящему, там такой, знаете, русский уголок. Хотя у меня родня живет в Европе, если мне надо будет, я поеду. Российский человек едет куда угодно и зачем угодно, и у него иногда не бывает четкой, выраженной логической мотивации. Едет по мнению человек. У меня всегда большой вопрос, от чего отдыхать, от чего так все устали. Главное, чтобы нам не ограничивали полностью, да, въезд и выезд. Поскольку я считаю, что отдых у моря – это священное право каждого российского гражданина. 90 лет, она с собачкой, в золоте вся, с мороженым и счастливая. Почему наши-то бабушки должны волочиться? Вот мне хочется, чтобы наши старики ездили за рубеж.